Вечером 16 июня бывшему мэру города Кимры Максиму Литвинову был вынесен приговор. Киморский городской суд признал Литвинова виновным в получении взятки в особо крупном размере. В результате махинации с муниципальной землей бюджету был нанесен ущерб в 18 миллионов рублей. Расследовали уголовное дело с 2015 года. Его объем насчитывает 59 томов. Приговор уместился на 460 листах. Преступление раскрыли тверские сотрудники ФСБ совместно со следователями регионального следственного комитета. Пять лет назад мы рассказывали о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего мэра города Кимры, а затем председателя Кимрской городской думы Максима Литвинова и двух его знакомых, одна из которых, Румянцева, на момент совершения преступления являлась председателем комитета по управлению имуществом города Кимры. В зависимости от роли каждого они обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями, в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело расследовалось отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета по материалам, предоставленным у ФСБ России по Тверской области. Следственным судом установлено, что глава муниципального образования предложил представителю общества приобрести право на земельный участок за взятку в сумме 18 миллионов рублей, что является особо крупным размером взятки, не сообщив о способе приобретения, на что последний выразил согласие. При этом глава города Кимры осознавал, что получателем данной суммы денег, являющейся взяткой, будет он. Тем самым бюджет муниципального образования и бюджет Тверской области будет причинен имущественный ущерб. Для совершения задуманного с целью повысить эффективность преступных действий глава муниципального образования привлек к совершению преступления двух женщин, одна из которых на момент совершения преступления являлась председателем комитета по управлению имуществом города Кимры Тверской области. В результате совместных преступных действий фигурантов, имеющих высокую рыночную стоимость земельного участка, расположенный в городе Кимры, незаконно за взятку было передано под контрольным главе города Кимры лицу, вследствие чего глава города Кимры безвозмездно приобрел возможность распоряжаться и распорядилась указанному участкам по своему усмотрению, что повлекло существенное нарушение охраняемых законов интересов государства, выразившихся причинением ущерба бюджету муниципального образования города Кимры и бюджет Тверской области как субъекту Российской Федерации. Необходимо также отметить, что уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным региональным управлением Федеральной службы безопасности России. Материалы уголовного дела составили 59 томов, обвинительное заключение составляет около 500 листов. Еще раз напомним, расследовали уголовное дело с 2015 года. Его объем насчитывал 59 томов, объем приговора составил 460 листов. Суд оправдал Литвинова и Румянцеву по одной из вменяемых им статей – 160-й Уголовного кодекса Российской Федерации. По оставшимся статьям они признаны виновными. Суд приговорил Максима Литвинова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и со штрафом в 36 миллионов рублей. Румянцеву на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима, со срочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет без штрафа. Чапаеву на срок 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok